Всех к возвращениям в NFS 3 Hot Pro Sweet. Это шестая серия, которая называется Дикие Каньоны. Машина у нас та же, Шигера, оппонент класса А. Так, в этот раз оппоненту выпала та же машина, что и нам. Это итал дизайн Шигера, но правда серого цвета. В отличие от нас, черного как крыло ворона. И как вы видите, трасса Дикие Каньоны напоминает трассу Кровавые Скалы. И это неспроста, потому что, как и в прошлом случае, у нас здесь часть трассы заимствована. Но, в отличие от прошлого случая, здесь это не перенесено в другое время года. Зато перенесено в другое время дня. Как видите, у нас сейчас тут закат. Такой тревожный. И вот тут мы видим, как можно менять карту. Ее можно делать полностью на весь экран. Можно ее заставлять крутиться вокруг нас. Трасса можно оставить строго ориентированной на север. Ну, для нашего удобства, конечно же, поместим ее в правый нижний угол. Вот такая большая карта, которая показывает всю трассу нужна в том случае, если вы участвуете в роли полиции. Мне, честно говоря, это было никогда неинтересно, собственно, как и моим друзьям. Никто почему-то никогда не хотел играть за полицию. Всегда хотелось гнать, удирать, объезжать заграждения и шипы. Кстати, такая смешная фраза, вот эта вот, прошу разрешения развернуть ежа, которую вы, возможно, уже и не раз слышали от диспетчера. Мне всегда смешило. Я, знаете, представлял такого здорового полицейского в лесу, который видел, как еж, ну, ежик, да, животное, выползает из леса на дорогу и просит врачения его развернуть обратно в лес. Вот тут, в принципе, такое место было для того, чтобы сократить трассу, но оно не подразумевает большую скорость. И благодаря этой аварии вы имели замечательную возможность разглядеть задники за этими колоннами. Они изображали статичный огонь, что довольно-таки странно. Мне всегда вот несколько удивляло это дизайнерское решение. Вообще вот то место, там, какое-то странное. Если здесь более-менее всё реалистично, каньоны себе и каньоны, то вот те какие-то разрушенные руины с огнём на заднем плане, ну, правда, выглядит странно. Вот это одно из моих любимых мест. Здесь, если ехать неаккуратно, то перевернуться просто как нифиг делать. И этим часто грешат обычные статистические машины на трассе, а также работники дорожной полиции. В отличие от меня, который на горьком опыте уже научился, что на большой скорости и под резким углом нельзя пересекать эти разницы в уровне. Отрыв у нас громадный, друзья. Судя по всему, у нашего коллегу уже может быть раз, а может быть и два, как останавливала полиция. А также, возможно, он несколько раз врезался и потом не знал, как выехать. В принципе, если мы не видим, то наш оппонент сразу же после того, как врезается, он сбрасывается на трассу. А вот если видим, он если в поле нашего зрения, он героически пытается сам разобраться с этой ситуацией, типа сдать назад, выкрутить руль и объехать, что ему редко когда удаётся. Вот это самая моя ненавистная часть трассы, что в Кровавых Скалах, что в Диких Каньонах. И, к сожалению, её всё-таки разработчики решили перенести. Из той трассы в эту лучше бы что-нибудь хорошее перенесли. Вот это то место, вы видите, где разделяются дороги. И если бы дорога, которая идёт направо, это входит в трассу Кровавые Скалы, А мы, соответственно, сейчас сцеленуем травой Диких Каньонов. Вот в этом месте всегда воют Дикие Волки. Или Койоты. Даже, скорее всего, Койоты. В этой серии, друзья, я в кои-то веке переставил свой спидометр с миль в час на километры. Я, честно говоря, в предыдущей серии просто даже не смотрел туда, не обращал внимания, как-то было неинтересно. А вот, недавно взглянул, смотрю, бау, жачки, а там же мили. И срочно перестал на километры, чтобы было удобнее и привычнее. Справа от зеркала вы видите тахометр в числовом значении. Дальше лучшее время круга. Наша позиция первая из двух. А слева от зеркала, соответственно, спидометр. И ниже скорости на коробке передач. Вот еще раз предлагаю вам посмотреть на этот статический огонь на заднике. Согласитесь, очень и очень странно. Солнце совсем садится. Надо бы до наступления ночи добраться до финиша. Я думаю, нам должно это получиться. Тем более, что мы на 50 целых секунд, это огромное время, отрываемся от нашего оппонента. И у меня ноль штрафов. Вот что значит Шикера. Обалденная машина. Вот тут, конечно, совершил пару последовательных ошибок. Вот на такой широкой трассе довольно-таки легко уйти от полиции. Полиция, как вы понимаете, любит узкие трассы, где вас легко и просто можно приезжать. К обочине и оштрафовать. Ох, вообще за малым. Оу. Еще раз за малым. Когда полиция развертывает шипы, тот полицейский, который стоит рядом с шипами, он находится без сирены звуковой и визуализационной, специально, чтобы усложнить нам задачу обнаружения шипов. Но это нам не помешало приехать первым, друзья. И мы переместимся в результаты. Итак, у нашего оппонента был, да, один штраф. И мы пришли первым. Мы можем здесь сохранить запись, чтобы потом ее просмотреть. А также сохранить преследование. Преследование, друзья, это мы сохраняем призрак нашей машине на трассе. А для чего, я потом покажу. Также можем посмотреть наши результаты по времени. И посмотреть лучшие характеристики. Время ускорения, максимальная скорость. И как мы проехали 400 метров на время и километр. Сейчас, друзья, мы загрузили свою запись. Что было и в предыдущих сериях. Но я вам покажу, как здесь устроено управление. Тут у нас вполне себе полноценный плеер. 8 камер. Итак, первая камера, это стационарная, как вы видите. Такая камера ставится на триноке. На каждом, через какой-то определенный промежуток времени на трассе. Показывает события. Вторая камера, это камера с вертолета. Которая, конечно, довольно низко здесь летает. Третья камера. Сбоку бампера. Не очень интересная, согласитесь. Мои самые любимые, это первая и вторые камеры. Четвертая камера, это нам привычная камера. С такой камерой мы ездим. Пятая камера сбоку, опять-таки, по диагонали. Тоже не очень интересный вид. Шестая камера. Летает, опять-таки, вокруг машины, по кругу. Но уже на довольно близком расстоянии, в отличие от второй камеры. Седьмая камера на крыше, которая показывает, что происходит сзади нас. Ну и восьмая камера, внутри салона, за рулем. Кстати, обратите внимание, что идут стрелки, спидометры и тахометры. Также, кроме камеры, здесь есть возможность переключать скорости. Вот, допустим, увеличенная скорость вдвое. Это одна четвертая от настоящей скорости. И одна вторая. Для чего это все сделано? Для того, чтобы как можно быстрее промотать неинтересные моменты. И рассмотреть во всей красе. Интересно, для чего в этой камере, в этом редакторе существует пауза. Допустим, вот так вот. Подпрыгиваем. Меняем камеру. Выбираем наилучший вид. Допустим, вот так. Или даже вот так. И не спеша, не торопясь, на одной четвертой скорости наблюдаем, как происходит наш полет. Понятно, что сейчас графика не вдохновляет, но тогда это было очень интересно и красиво и круто смотреть. А теперь, друзья, наш сохраненный фантом. Для чего это делается? Здесь мы, друзья, соревнуемся сами собой. И видите, вот та машина призрак. Это наш прошлый заезд. Она едет здесь абсолютно так, как мы ехали. Миллиметр в миллиметр. Единственное, что кроме нее здесь больше ничего не показывается. И она, соответственно, будет проходить сквозь все текстуры, которые сейчас находятся на трассе. Потому что она же призрак. Для чего это сделано? Но, я думаю, всем понятно. Для того, чтобы улучшать свои результаты. Чтобы с каждым разом все лучше и лучше проходить трассу. Смотреть, где и какие мы совершили ошибки. Ну, больше, конечно же, этот призрак, наверное, подходит для обычных гонок. Где нету трафика и нет полиции. Потому как это дополнительные риски. А вот именно для того, чтобы в процессе гонки выучить, как и где стоит проходить все углы. Посмотрите, как резво я в прошлый раз ехал. Сейчас даже и догнать не могу. Но я знаю, где мы совершили ошибку. Вот в том прыжке. Вот в тех странных развалинах. Думаю, вот там мы сможем догнать и обогнать свою тень. Хотя здесь тоже, судя по всему, я куда-то врезался. Потому как видите, призрак совсем близко. Да! С самим собой сложнее воевать, чем с компьютером. Попробуй его догони. В отличие от понета, которую мы уже давным-давно обогнали. И оставили далеко позади. Ах, опять ошибка. Кстати, по поводу знаков, друзья. Они стоят здесь не просто ради красоты или ради того, чтобы мы их сбивали. А постоянно нам подсказывают, к какой крутости будут повороты, в какую сторону. Также они подсказывают высокие подъемы. Опасность обвалов. Ну, блин, то, для чего ей нужны знаки в реальной жизни. Но я к тому, что их сюда перенесли не для красоты. Здесь они вполне служат своему делу. Кстати, еще одна моя вещь, которая мне очень нравится. Это то, что здесь сбитые знаки, сбитые заборы. Они остаются. И когда вы едете второй круг, все спокойно себе лежат сбитыми на земле. То есть здесь нет никаких респаунов. Вот это то, чего не могут себе позволить сейчас современные игры. Давайте еще, друзья, обсудим положение камеры при езде. Многие, особенно профессиональные игроки, почему-то любят настоящую камеру из окна автомобиля, где вы сидите за рулем. Я в самом начале, когда играл в компьютерные гонки, а самая моя первая гонка, в которую я играл, это была Stunz. Если не ошибаюсь, 1995 или 1996 года выпуска. Замечательнейшая игра по тем временам. Там можно было самому строить трассы. Но по графике, конечно, очень-очень примитивная. Там не было 3D, она была в софтварном виде. Но по смыслу очень-очень мне нравилась. Так вот, там я ездил с видом из салона, с рулем. Все как положено. Но потом, когда начал играть в InfoSq, как-то здесь мне это не пошло. Потому что, когда камера у тебя находится за машиной, ты машину контролируешь полностью. Ты видишь, как заносит ее. Особенно здесь, когда ты сразу бегаешь от полиции. Ты видишь, как тебя прижимают, где ты можешь выехать. Как там зад автомобиля проходит. Может его где-то толкают зад милиция или нет. То есть, намного более удобно это. Хотя, повторюсь, если вы посмотрите YouTube, там настоящие про, как так сказать, компьютерные гонщики, которые играют не в аркаду, а в автосимуляторах, они в основном, и используют, конечно же, руль, да. Все, они в основном играют, не в основном, практически 99% играют вот с таким видом. И вот, раз мы ухваляем дурака, покажу вам вот такой вот интересный момент на этой трассе. Как где можно достаточно неплохо скрыться от полиции, но рано или поздно нам приходится возвращаться на трассу. Главное, чтобы это было не так. Все доброе, друзья.